Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект Аферисты в сетях. Сегодняшний выпуск можно назвать как самая, наверное, жестокая афера в соцсетях. Да, ребята, я не побоюсь этого слова, потому что здесь будет полный трэш. Короче, ребята, меньше слов, ближе к делу, поддержите лайками, комментарии, и мы начинаем. Если честно, после этой аферы меня три дня типало. Я, наверное, трэш и твой. До сих пор не понимаю, как такое возможно творить с людьми ради денег. Жестко, да, ребята? Что будет сегодня, ребята, за афера? Она будет очень необычна. Поверьте, ребята, не такая, как кажется, с первого взгляда. С этой аферой поделилась одна жертва, а точнее знакомая жертва, и сейчас вам про нее все расскажу. Проте схему описала детально. С проханием попередити про такие розводки. Развели на деньги. Наважиться на эту аферу мы не могли долго, адже наследки надто неприятные. Тише, тише. Ну, давай, выработай. Делай глубокий вдох. Головное, что навіть після аферы жертвам важко раскусити, что их развели. Але після побаченного сьогодні, вы точно впізнаете цю схему. То есть говорится о том, что даже когда афера прошла, жертву кинули, она до конца еще ничего не понимает. Но, ребята, вы будете сегодня в курсе этой аферы, и я думаю, что она вам понравится. В плане того, как вообще разводят на деньги. А починалось все, як завжди. На одном из сайтів знайомств Кристина втягнулася у переписку с 45-ти річним Евгеном. Він не впізнав у ней ведучу нового каналу, тож спілкування набирало обертівщину. Ты захватила меня в плен. Евген писал, що робить меблі на замовленнях. Делают мебель на заказ, как бы чувак такой солідненький, вроде бы денюжки есть, и клюнула жертва. Николи не был одружений, и что мріє про детей. Ну, просто человек мріє. Кристина представилась косметологом, підтримувала жертвливый стиль переписки, и уже через неделю они договорились про первое побачение. Через неделю встречу. День встречи. 13.00 и Кристина на месте. Пришла первой, чтобы занять необходимый столик. Саме на него нацелены все наши прихованные камеры. На Кристине, как завжди, подслужка, через которую ее чует группа. Ага, вот, ребята, наш мужичок. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Можно присесть? Хотела бы. Спасибо. Евгений сама скромность, и вообще на вид среднестатистически мужчина 45 лет. Даже усы немного старомодны. Но вы еще удивитесь, на что он способен. А пока атмосфера встречи напряженная. Стесняюсь немножко. Да? Я тоже, если честно. Но уже через полчаса общения Женю не узнать. Я на это рассчитываю. Я на это рассчитываю. Катерина, что поведала эту аферу, попереджала. Человек будет меняться просто на очах. Но все вы решить. Другая встреча. Другая встреча. Буду с нетерпением ждать нашей следующей встречи. Давай через недельку. Вы хотелось бы раньше. Ты знаешь, раньше не могу. У меня такая загрузка по работе. Вот через недельку сама ино. Аж раптом. Ну все, тогда мы на связи. Я буду ждать. И это только предвесник того, что будет попереду. Ого. Жесть. Цего разу, чтобы прийти к теме, Кристине понадобилось 10 минут. Но Евгенна поляга на другом встрече. Давай второе встрече. То есть девочке стало очень плохо. Непонятно, что с ней вообще происходит. Смотрим дальше. Мы знаем. Воно будет вырешальным. Второе встрече. Прошла неделя. Другая встреча. Майя відбутися через тиждень. И до ней мы готувалися особливо ретельно. Нарешті субота. 17.00 и Кристина на місці. То есть, как я понимаю, вообще-то мужика будет разводить. Потому что мужик вроде бы еще ничего не сотворил. Второе свидание. Если что-то стало плохо, то получается, как бы мужик должен стать жертвой. Снова прийшла першую. На ней завжди підслужка та микрофон. У ресторане мы заздалегідь розташували приховань камеры. Евген прийшов хвилина в хвилину. Привет. Рада тебя видеть. Ой, я тоже взаимно. Ну, расскажи, как недельку провел. Ой, ты знаешь, скучал. Скучал, все время думал о тебе. Серьезно? Да, работу вообще не мог исполнять. В голову ничего не лезло. Вот, этого я и боялась больше всего. Надо было чем-нибудь отвлечься. Вот, сходили с друзьями на рыбалку. Второй день задождило. Говорят, хорошее клево время дождя. Перед дождем. Перед дождем? Да. Видишь, я не рыбак. Я тебя всему научу. О! Ну, и ты меня, надеюсь, тоже. Да, стирать научу. А что, для тебя аж бегом. Постирать и погладить. Да, да, колдовала ты меня, приворожила, прессировала. Вот, этого я уже совсем боюсь. Хотя бы не дошло до того самого. Неужели он меня на втором свидании огорошит предложением? И кто бы мог подумать, что очень скоро мы увидим совсем другого Женю? Не кажется, или здесь душно? Поздно. Кристина падает, как подкошена, прямо на скло, яке випадково зачепила зі столу. Евген не отходить от нее ни на крок. Усі в ресторані в шоці. Але тільки одна людина у залі розуміє, що відбувається. Кристина кричит від болю. Інші відвідувачі намагаються викликати швидку. Але швидку викликає Евген. Лікар прибуває через 10 хвилин. І разом з Євгеном вони уносять Крістіну в швидку. Офіціантка лише встигає допомогти піднести її сумку. Офигеть. Так, а в чем афера? Приехала скорая. Але в швидкій зараз відбувається головний бій. Крістіні колють знеболювальне. І ще дугучать до лікарні. Група висить на хвості. Веде стеження двома машинами. Нарешті швидка під'їжджає до приймального пункту. І Євген першим вискакує з машини. Ось він, вирішальний момент. Адже щойно і відбулася афера. Розошла афера? Насправді найжорстокіша афера, яку нам довелося зустріти на сайтах здаєм. Самая жорстка афера. Афера з наваром у 6 тисяч гривень. Але якою неприємною ціною. Але зараз найскладніше. Розкрити карти Євгена. Розкриваємо секрети, хлопці. Продуманість цієї афери нас просто вразила. Розкусити цю схему у жертви немає шансів. Якщо не хочете влетіти на 6 тисяч гривень, дивіться уважно. Тобто розповідає, що жертва взагалі ніколи особливо не повинна розуміти, що відбувалося. Перше побачення насправді ініціює дівчина. Обирає чоловіка скромного, але при грошах. І далі саме вона рулить процесом. Говорються в тому, що вона приглашає мужика дуже скромного при деньгах. І взагалі-то тут жертва мужика, а не вона. Її задача – звабити чоловіка. І вона повеє інтим уікенд. Думаю, не потрібно нам нести в прану. Він уікенд. Він номер на двох. О, номер на двох – це заманчив уікенд. У дорослого чоловіка вмикаються фантазії. В його 45 не кожен день гарненька баришня відверто хоче з ним сексу. І Євгенко втає наживку. Але, о диво, юна леди ще й не корислива. Це обманка, аби повністю відвести підозри чоловіка від зазігань на його гроші. Тобто, баришня говорить, я, якщо що, поділюсь деньгами. Тобто, она показує теж, що, чувак, мне, якби, якби твої деньги не важны. І це вже, якби, мужик, приманку кулюв. Гроші в нього є. Є, звісно, але не тратиться особо, не на ковдогу. Немножко б накопил. Але відбирати гроші немає сенсу. Адже завдяки ці актури він і сам віддасть. Ага, і тут она показує, що їй становиться, ребята, плохо. Тобто, афера мені ясна. На першому седанні баришні становиться плохо. Якби... Але не падає ще в обморок. Він тоже понимає, що що-то тут не так. На второго свидання він приходить. Ані знову спілкується. Є тут становиться, якби, жарко. Вона встає, падає. Визивається скорая. Тут непонятно, якби, чи то скорая, чи то подставнає. Потім приїжджає скорая. Говорят, що їй плохо, потрібні гроші на лічення. І гроші чувак знімає, наверно. А баришня пропадає. Ну, якось так, наверно. Що це як, як Євген розплювався? Щас посмотрим. Это знак, что девчина ему уже не байдужа. А значит, на другом побачении нужно лишь разыграть звонок по друзей, которая работает в турагентстве. Но на самом деле это привет переконаться, что кредитка сегодня при нём. А там надо будет, если что, предплата, да? Ну, мы готовы, если что, сегодня. Да, готовы. Давай, до встречи. А далее... В Прагу, то есть всё, у чувака бабки есть, она проверила? Остальный штрих. И всё. Опа. Переконливо, вот и жертва ведётся. Тем больше, что девчина уже запала в душу. Кристиночка, ну неправильно. Який человек отмечает помощь беззахистной девчине? А она просит набрать сам ее лекаря. Адже на самом деле он спильник. О чём я и говорил? То есть врач тоже как бы соучастник всего этого. Там, конечно, подиграв актор. Але в реальности девчине подиграя справжний медик. Щоправда, без швидкої, а на властной машине. Типу, особистий лекарь. Проте далее схема не меняет. Девчина бьётся в припадку. Дыши. А лекарь прессует человека, мовляв, людина вмирая на твоих врачах. Человек вмирает, давай деньги. Человек верить у сёму. Больше того, он уже прикипил до девчины. Он уже, как бы, через всё уже любит её. И он может всё спасти. Чирок справжнего чоловека. Сейчас надо делать срочно операцию. Операцию срочно надо делать. А лепа, нужно деньги. Деньги могут. У вас наличные? У меня на карточке. Зазвичай лекарь приезжает на собственной машине и везет начебто до приватной лекарки. И пока чоловек снимает деньги в банкомате, аферистка исчезает с скорой. Мовляв, её уже забрали на операцию. Я просто, ребята, в шоке. Вот как разводят обычных людей. То есть, барышня как бы уже уехала на операцию, врач ждёт пока эти деньги. Потом он стоит, наверное, под зданием. Ни девушки, ни денег, ни врача нету. Всё. И чувак не понимает, что происходит, куда даже двигаться и тому подобное. Потом ни аферистки, ни лекаря, ни грошей плохородного чоловека. Но нам сейчас нужно всё рассказать Евгену, который принес нам 6 тысяч гривен. И мы впервые не можем на это наважиться. Вернусь. Женечка, успокойся. Это новый канал, программа Аферистов в сетях. Подожди, что это всё? А как же деньги? Я деньги отдал доктору. Мы отдаём тебе деньги. И вот эти деньги помогли нам узнать, что в стране есть замечательные, благородные, отзывчивые люди. А зачем это всё, Кристина? Понимаешь, есть такая афера, на которую попадаются реальные люди. Ты же принёс деньги. Я просто не ожидал такого. Извини меня, пожалуйста. Я ни в коем случае не призываю отказывать в помощи другим, но хотя бы попробуйте оплатить операцию через кассу больницы, чтобы убедиться, что вы точно спасаете жизнь, а не наполняете карманы Аферистов. Капец. Ну вот такая вот ребята афера. Конечно, я согласен, что тут её раскусить реально просто практически невозможно, если ты о ней не знаешь. Потому что ты не думаешь в тот момент, когда твоей половинке, ну или там твоей любимой девушке, или той, которая нравится, ты будешь думать, так, а может быть она меня обманывает? Надо деньги дать не врачу, а кому-то другому, когда она тупо умирает. Поэтому да, ребята, вот так вот бывает разводят. Надеюсь, вам понравился этот выпуск, вы напишите комментарии свои, поставите лайки под видео, и я буду для вас снимать новые выпуски. Это был Андрей Чент, и до скорой встречи.